Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я подготовил презентацию, на которую буду не всему образом опираться. Для начала я хотел бы уточнить, кто из вас имеет опыт слушателя или, может быть, пользователя дистанционных курсов. Есть? Отлично. Это прекрасная, воздушевленная аудитория, люди, которые знают, о чем речь. Кто из вас думал о том, чтобы делать собственные курсы? Кто из вас делал собственные курсы? Я постараюсь рассказать за отведенное время о том, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда речь идет о дистанционном образовании, обучении, что мы под ним понимаем и к каким формулировкам пришла современная педагогическая мысль относительно этого обучения. У меня надо ставить рядом, да? Куда? Это там крестик должен быть. Отлично. Теперь уходит сверху груз. Значит, ну и в эпиграф нашей беседы я хотел бы вынести вот такую вот фразу. Тут будет много выяснено Черчилля. Я сразу прошу прощения у всех, кто не любит этого Нобелевского лауреата по литературе, за то, что он не только Нобелевский лауреат по литературе. Значит, я всегда рад учиться, но мне не всегда по душе, когда меня учат. Мне кажется, что эта фраза достаточно искренняя. То есть мы все с вами по природе своей любопытны, но очень часто наше любопытство постепенно система обучения, система образования отбивает, пытаясь его направить на те темы, которые нам в данный момент не интересны. Ну, если можно, на следующий слайд. Значит, мы поговорим сегодня немного о том, для чего учиться, чему учиться, как, в каком порядке излагать материалы. Ну, первое, вопрос, что такое обучение вообще? То есть как вы себе понимаете, как вы понимаете, что есть этот процесс обучения? Вот, может быть, да, пожалуйста. Постоянно изучать что-то новое и не зацепляться на одно. Ага, постоянно изучать что-то. А что значит изучить? Понять. Понять. То есть понять, сделать своим, сделать понятным, да? Этого достаточно или нет? Нет, почему? Сможешь передать знания другим людям. Хорошо, Дицер и Дотсен. Да, обучая, учимся, то есть передать знания другим людям. А зачем? Чтобы знания не были потеряны или для того, чтобы применить их на практике, да? То есть на самом деле цель любого обучения – это какие-то практические навыки, это какая-то практическая деятельность. И в данном случае вот такое массовое обучение, оно началось тогда, уже когда стала формироваться цивилизация, которая требовала специалистов. Это касалось обучению письма, письму, счету, собственно, медицинские школы, опять же, которые имеют достаточно глубокую историю. И говоря о том, что такое обучение, мы должны понимать, что существуют разные методы, формы обучения, разные подходы к обучению. И сейчас мы с вами находимся фактически в ситуации, ну, вот здесь изображена очень характерная картина для любой лекции. Вы видите, лектор в черне, такой красивый мужчина. Значит, он что-то рассказывает свое, что-то читает, и каждый из его слушателей занят своим делом. Кто-то в своих ноутах, вот как вы видите, кто-то вообще спит, кто-то рассматривает замечательную даму, которая пришла смотреть, то есть слушать лекции. Такие методы обучения, они называются пассивными. То есть мы погружаемся в учебную среду, как огурец погружается в рассол, и чем-то там напитываемся. При этом никто не знает, что у нас внутри. И такая система обучения, она сразу показала, ну, вот, это тот формат, который дает возможность появления различным ересям, потому что учитель не знает, что воспринимают его ученики. Так учил Сократ, так учил Иисус Христос, так учили учителя древности, не проверяя, что, собственно, осталось в, что именно слышат, слышат те, кто их слушает. Другое, система нового времени, когда знания должны были быть более четкими, более конкретными, потребовала активных методов обучения, когда вы не просто слушаете какой-то материал, а вы должны одновременно и сдать какую-то квалификационную, не знаю, норму, то есть показать преподавателю пока что применимость и эффективность ваших знаний. Ну и дальше, на самом деле, практика опережает теорию. И вот у вас есть кто-то может поделиться продуктивным опытом обучения? Какие формы обучения для вас были самые хорошие? Что вы лучше всего помните? Допустим, из школьного курса, из университетского курса. Вот если вы вернетесь в памяти в то, как вы обучались, что лучше всего, что вам в голову приходит, в первую очередь? Визуальный опыт. Визуальный опыт, хорошо, еще что? То, что было интересно. То, что вам рассказывали, то, что было интересно, да? А то, что вы рассказывали, вы помните или нет? Если вы попробуете пересказать предыдущий день, если вы попробуете пересказать любую беседу, вы будете помнить то, что рассказывали вы, и в меньшей степени будете помнить то, что рассказывали вам. То есть подсчеты показали, что из каждого сказанного вам слова, вы в лучшем случае, из каждых десяти слов, вы в лучшем случае запомните одно. Но из того, что говорите вы, вы запоминаете значительно больше половины. То есть в данном случае крайне интересно то, что на практике вот этот принцип «опучая учимся», принцип свободного обмена знаниями, он дает намного более эффективное усвоение материала теоретического и, конечно, никуда нельзя деться от практики, потому что практика является самым важным критерием наших знаний. Знания сами по себе, ну, извините, я сформирую спорно, они не имеют ценности, если они неприменимы никак. То есть, да, ну, допустим, я знаю расстояние от Земли до Солнца. Приветствуйте меня за это. Вот. Давайте следующий слайд. Можно? Когда мы говорим... Все. Презентация закончилась. Спасибо. Когда мы говорим о том, что такое обучение, ну, мне кажется, что вот если вернуться опять же к любимому Инстану Черчиллю, любимому в этой лекции, то здесь любое обучение сводится так или иначе к тому, что меняются наши взгляды на вещи. И обучение — это процесс, который подтверждает то, что мы с вами являемся живыми людьми, живыми объектами, способными к изменениям. Методы обучения, они совершенно разнообразны. Они разнятся по формам, по подходам. И, в принципе, теория обучения, она достаточно давняя, в том числе в рамках нее и возникло так называемое дистанционное обучение. Как вы считаете, когда оно возникло? Как появились технологии. Ну, какие, например? Какие технологии? С появлением интернета. С появлением интернета, с появлением почвы. Прекрасно. А еще раньше, нет? Книжки начали печатать. Книжки начали печатать. А до того было что-то такое? На пергаменте писали. На пергаменте писали. Прекрасно. Информации, учения многих философов, например, учения Эпипура, дошло до нас в трех письмах Ментею. То есть, здесь получается так, что вот это дистанционное обучение, те же диалоги Платона о Сократе, построены именно в формате дистанционного обучения. Когда непосредственно учитель не присутствует, а с учеником он общается посредством какого-то переносчика, посредством действительно каких-то технических средств. И здесь можно говорить, что дистанционность обучения, ну, на самом деле, современные методы, вот эти технические методы, они как раз ломают дистанцию. То есть, давайте перейдем дальше. Ну, самой большой проблемой вот этого вот обучения как раз было попасть в ту точку, там, где находились источники знаний. Попасть в ту точку, там, где находились книги, в ту точку, где находились учителя, и очень часто люди попадали туда недобровольно. Соответственно, постоянно очень остро стоял вопрос мотивации, и вопрос мотивации в обучении стоит так же остро и сейчас. Когда мы будем говорить о методах обучения, в том числе дистанционных, мы должны с вами понимать, что современная окружающая нас среда, она перенасыщена информацией. То есть, у нас огромное количество информации окружает нас, огромное количество знаний, которые можно даже не квалифицировать с информацией. Вопрос в том, как в ней ориентироваться, как ориентироваться в этой среде. Давайте немножко дальше. Вот такое обилие информации, так же, как и недостаток информации, приводит к проблемам, связанным с обучением. Потому что ориентироваться в этом мире достаточно сложно. То есть, если мы говорим, допустим, о выходе научных журналов, о том, насколько быстро устаревает и обновляется научная информация, то в отдельных областях это скорое обновление и устаревание научной информации происходит со скоростью где-то, ну, как бы считается, за 5 лет. То есть, наполовину устаревают наши знания в, естественно, научных областях. То есть, каждые 5 лет происходят какие-то достаточно значительные изменения, накопления данных, которые приводят к тому, что надо все это переосмысливать. И вопрос в том, собственно, какова должна быть цель современного обучения. То есть, если вы правильно говорите о том, что это должны быть знания, кроме знаний, что это еще должно быть? Практика. То есть, какие-то умения, да? В чем разница между тем, что мы получили права и мы вводим автомобиль? Что должно еще сформироваться? Навыки. То сегодня наша система образования ориентирована на компетенции. То есть, компетентность в какой-то области. Вы получаете не только знания, не только умения, не только навыки, но и получаете какой-то самоосознаваемый вами экспертный уровень для того, чтобы ориентироваться в современном мире. Давайте дальше. А, еще. Вот, ну, собственно, методы, в чем, в чем, собственно, проблема с дистанционным обучением? Сегодня огромное количество курсов, которые нам доступны, которыми мы можем пользоваться. Есть огромное количество каналов на YouTube, часть личная, я сделаю обзор этих материалов. Но проблема основная в том, что само мышление человека, оно не вполне алгоритмично. И нам очень трудно победить в себе нашу внутреннюю обезьянку, которая сформировалась на протяжении достаточно более длительного периода, чем существует цивилизация, и которая ориентирована на социальные контакты, которая ориентирована на получение удовольствия здесь и сейчас. Которая ориентирована не на такой длительный процесс обучения, а на сиюминутное удовлетворение любопытства. Можно дальше? Значит, во всем мире проблемы, которые связаны с образованием, формулируют следующим образом. То есть, с одной стороны, к активному использованию интернета в системе преподавания привела проблема неравномерности плотности населения. То есть, и в пределах Одесской области, в рамках проекта, которыми занимаемся, занимаемся, я о них чуть-чуть позже скажу. Ой, пойму уже не скажу. Да, хорошо. Значит, есть проблема неравномерности плотности населения и того, что у нас даже в условиях развития интернет-сообщества есть районы, в которых больше квалифицированных учителей или меньше квалифицированных учителей. Далее, это проблема времени, которую мы можем потратить на самообразование, на, собственно, улучшение наших знаний, умений, навыков, повышение квалификации. Следующая, это проблема, сколько денег мы готовы на это потратить. Ну и последний момент, это та мотивация, которая у нас присутствует или отсутствует. То есть, следует признать, что в современной украинской системе образования часто отличная учеба не гарантирует студенту ни трудоустройства, ни дальнейшего обучения в аспирантуре, ни каких-то других бонусов. То есть, возникает вопрос, зачем? Давайте дальше. Вот. Это тот дистанционный курс, который мы делали с коллегами на платформе SweetOnline. Это, ну да, я не мог себя не вставить, извините за это самолюбование. Значит, мы здесь опробировали, вот, и опять же, Черчилль. Большое преимущество получает тот, кто достаточно рано сделал ошибки, на которых можно учиться. То есть, в данном случае, конечно, полезнее всего делиться своими ошибками для того, чтобы другие их не повторяли и для того, чтобы самому их не повторили. Значит, что из себя представляет современное дистанционное образование? Обычно это различные платформы, на которых чаще всего размещают учебные видео, к нему различные тексты, схемы. И самой интересной частью является возможность обратной связи и апробации полученных знаний в формате тестов с открытым или закрытым, собственно, ответом. То есть, такой проект мы сделали, вот эта часть, это был проект на Прометеусе, подготовка к внешнему тестированию по химии, биологии, математике и так далее. Сейчас, к сожалению, закрыто, мы перешли на другую платформу. Но, в целом, вопросы остаются те же. Для чего осваивать те или иные знания, умения, навыки, что вы хотите этим достичь, чего вы хотите добиться. А в плане платформ, есть множество, у нас, про платформу я тоже скажу, то есть, сейчас про плюсы и минусы дистанционного образования. То есть, предистанционное образование в формате обучения через компьютер, через сеть, оно дает возможность вам обучаться тогда, когда вы хотите и чему вы хотите. В любом порядке слушать и осваивать материал, в любом порядке проходить тесты. Хотя есть и системы, которые этого не позволяют, надо все выполнять последовательно. Это гибкость, некоторая лабильность, то есть, когда вы составляете сами график, по которому работаете. Вы можете в любое время, например, проснулись ночью, не можете заснуть и начинаете изучать патонотомию, например. Значит, это способность перемещаться, то есть, продолжать изучение курсов в поездках, на отдыхе, например. Ну, использование различных технических средств обучения. В данном случае, когда вы обучаетесь в виртуальном классе, неважно, одеты вы или раздеты в этот момент, как хорошо вы одеты, как хорошо вы раздеты. То есть, это достаточно такой хороший шаг вперед, например. И, конечно, самое интересное здесь, это то, что вы сами являетесь творцом своего образования. И конструируете те знания, умения, навыки, которые нужны вам или вашему работодателю. Но, тем не менее, относительно дистанционного образования есть некоторые стереотипы. С одной стороны, оправданные, потому что общая статистика показывает, что даже на открытые онлайн-курсы ведущих университетов, таких как ФТИУ, Оксфорд, Гарвард, МИД и так далее, собственно, люди, которые записываются изначально на курс, до конца доходят до сертификата, до сдачи всех экзаменов где-то 10%. То есть, в принципе, проблема в том, что для нашего способа мышления, для наших потребностей, как живых существ, такие дистанционные курсы пока что недостаточно, скажем так, реалистичные, недостаточно, возможно, экрифицированные. То есть, это не совсем то, что требует наша внутренняя обезьянка. Да. Значит, и по поводу минусов дистанционного обучения, значит, для того, чтобы оно было продуктивным, необходима самодисциплина, самостоятельность, сознательность, то есть здесь все ложится на вас. У вас нет классного руководителя, нет учителя, нет педагога, который ответственен за ваше обучение. Отсутствие очного общения, то есть общение происходит виртуально, не все это выдерживают. Сложность в реализации практических заданий, для этого сейчас используется так называемое смешанное обучение, когда группа в сети соответствует группой реальной, которая встречается на местах, и коллеги из экологического университета могут об этом рассказать. Значит, отсутствует такое часто общение лицом к лицу, для многих людей, для многих слушателей это является проблемой. И, собственно, нетрадиционные социальные связи, алкаритмизация, которые не свойственны для нашего сознания, ну и постоянный доступ в интернет. Собственно, достаточно много курсов позволяет вам научиться, 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 как осваивать те или иные дистанционные курсы. Здесь перечислено вот наша света онлайн, Prometheus, украинские проекты DERA, проект, который действует на всю СНГ интернет-урок, давайте дальше. И ряд самых крупных международных проектов, таких как ADX, опять же, Prometheus. Здесь перечислены курсы, которые позволят вам самим, если вы захотите, изготовить дистанционный курс или повысить свою эффективность в обучении. И дальше. Все. Да, значит, да, это последний слайд. В данном случае я понимаю, что здесь, если вы пользовались этими системами, то вы сами приобрели какой-то опыт и можете им поделиться. Если вы ими не пользовались, я надеюсь, что с помощью поисковых систем вы зайдете, посмотрите, это бесплатные программы, попробуйте их для себя, потому что, в принципе, здесь даются достаточно ценные направления, которыми можно пользоваться. И в данном случае, ну, любая задача образования, обучения, это измениться, показать, что ты жив, победить свою внутреннюю обезьянку и стать в большей степени человеком. Спасибо большое за внимание. Извините, что немного ты держал время. Спасибо. Постараюсь ответить на вопросы, если они будут. Да, пожалуйста. Какие у вас творились на этот курс? Мы створили дистанционные курсы на платформе «Освіта онлайн». Она работает на территории Украины. Это курс подготовки для зовскошного независимого оценивания. Я самим співавтор курсов с подготовкой для ЗНО с химией и подготовкой для ЗНО с біологией. Мы работали с Прометеусом в 2014 году. Курсы эти курсы были абсолютно открыты, но, конечно, потом стало вопросом о монетизации. И сегодня окременно районы Одессы и города Одессы предвали эти курсы для ученых школ, чтобы увеличить качество складания ЗНО ученых школ Одессы и Арцистского, Саратского и Ведеопольского района. Кроме того, на эти курсы записываются дети из других областей и регионов Украины. Мы работали в новом году на Одессы и Волинской области. Скажите, а какая мотивация для тех, кто создает курсы? Ну, по-перше, мы должны понимать, что есть несколько важных моментов. Первый, а вы в Украинском или в Российском? Когда мы создали эту платформу, для нас важлива была поддержка для тех людей, которые опинились на территории зоны АТО. И для меня особисто было великим корисным досвидом, когда мы получили лист подарков от девушки, которая написала, что школу разбомбили, мне не надо учиться, у детей нет денег, чтобы не иметь репетиторов из всех предметов. Спасибо, что у вас есть такой портал. И это относилось еще того времени, когда мы работали не на своей платформе, а мы работали с платформой интернет-урок. И эта платформа позволяла, певным чином, компенсировать ту ситуацию, которая была. То есть дети, за наявности интернету, не были совсем детизированы от обеспечения, а остались, так говорите, в культурном пространстве. И это желание поделиться информацией, поделиться певным досвидом, оно достаточно мощное. И тут хочется... С одной стороны, это, конечно, певная гуманитарная миссия. С другой стороны, когда ты работаешь в университете и часто стикаешься с тем, что в университет приходят люди, даже после ЗНО, не с тем уровнем подготовки, который позволяет тебе работать с ними именно за университетской программой. И значную часть времени в таких курсах, как химия, биология, которые родили ботаники, ты у нас догоняешь то, что человек не достигла, не засвоила во время учения в школе. И, конечно, для того, чтобы вузовская освета, та освета, которую человек творит в высшем учебном учебнике, соответствует этому, она потребует того, чтобы подтягивать до нее учебников. Потому что у нас происходит обратный процесс. Ну, и, конечно, для меня такой опыт, это, в определенной мере, опыт и возможность увидеть себя из-за другого бокса. И это шлях профессионального развития. То есть, конечно, не все выкладчики должны снять себя, или делать так, или снимать себя на камеру, а потом переглядать. И тут также есть определенная мотивация. Ну, и, конечно, не можно отказаться от того, что это также будет способом заработать деньги. То есть, если вы делаете канал на YouTube, осветний канал, а много наших студентов делают такие каналы, например, Александра Задерей, у нее более 3000 подписчиков, она делает розбир с биологией, химией и также с различными оцениками. И мне кажется, что это користо. Что будет здорово. Прошу. Литвая. Будем обожать, что вы чихали. Давай. Еще вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько оправданно онлайн образование в сфере, скажем так, специализированного, высоко специализированного образования? Можно ли стать сертифицированным специалистом онлайн? Очень хороший вопрос. То есть, ну, во-первых, мы знаем, что существовали такие школы, которые давали сертификаты типа школы Ешко. То есть, это такой опыт достаточно любопытный. С другой стороны, часть вот этих вот курсов, в том числе Курсера, Эдикс, ряд других, дают в случае, если вы сдаете экзамен, дают вам сертификат, что вы прошли именно этот курс. Хотя, конечно, здесь есть много моментов, связанных с читерством, связанных с недостоверностью результатов этого курса, несоответствия реальным знаниям и так далее. Сейчас эта система находится в процессе становления. И сегодня речь идет о том, что нам необходимо не просто дистанционное образование, а смешанное образование, когда у нас существуют очно-дистанционные группы. То есть, в принципе, когда мы говорим о золочной форме образования или об экстернате, вы фактически обучаетесь самостоятельно и потом сдаете сертифицированные экзамены. То есть, в этой ситуации, конечно, возможна часть курсов, и мне кажется, что это крайне желательно, выносить вот в такую дистанционную форму. А по поводу тех областей, ну вот медицина, допустим, какой-то микробиологический анализ, химический анализ, то есть здесь речь идет о том, что навыки мы действительно должны формировать и получать достаточно длительный процесс. То есть, даже если мы понимаем, как, опять же, водить машину, если мы не проездим какое-то количество часов в реальных условиях, мы не станем квалифицированными водителями. Я согласен с вами, то есть, если я правильно вас понял, что не все специальности, ну то есть дистанционное обучение это не панацея. Подозвольте, пожалуйста. Смотрите, вот на лайн-курсе, они с другой стороны, лично связаны с тем, что стадиентом, что преподавателю, там, по-другому, можно делать поценивать. Прежде всего, на лайн-курсе, да, значит, это система, которая, например, при ревью. Да, да. Друг-другого. Да. С другой стороны, очень классная тема, то есть, если это действительно какая-то задача, и решение однозначно. Дадача, либо решена, либо нет. Но вот есть какие-то такие предметы, какие-то такие вещи, где-то, например, система просто будет приводить к некоприненту, к системе, к ошибке. Да, да. Я согласен, значит, действительно есть такая проблема, потому что одной из первых проблем массовых открытых онлайн-курсов было то, что на курсы записывались тысячи людей. То есть, первый вот курс СМИ по программированию было более десяти тысяч человек, и нужно было все-таки проводить как-то оценивание. То есть, в этом случае, действительно, вот эта система взаимного оценивания, она использовалась, и, в принципе, с выборочным контролем она тоже работает. Но вопрос, опять же, для чего человек проходит курс. То есть, если целью его является получение знаний, умений и навыков, то эти знания, умения и навыки и компетенции он может подтвердить не только в рамках этого курса, не только в рамках этого виртуального пространства, но и при необходимости подтвердить их перед работодателем. То есть, мне кажется, что здесь мы должны понимать, что итог любого обучения может выражаться в том, что человек после этого компетентен делать какие-то вещи. В том, что касается взаимного оценивания студентов, да, я согласен, такая проблема есть, и она сейчас обсуждается как раз в рамках открытых курсов. В принципе, за счет работы помощников преподавателей, за счет создания роботов, может быть, вы слышали о том, что в том же МИД в 2016 году лучшим преподавателем-помощником была названа компьютерная программа Джин Уотсон, названная в честь компьютера Уотсона, которая помогала студентам в решении выполнения их курсовых проектов. То есть, эта же система, которая порождает проблемы, она и как-то образом пытается решать. Мне кажется, что у учителя боты это вполне... Если мы с ботами общаемся в соцсетях, почему будет? Хорошо, извините, пожалуйста, может быть, я не в ту сторону отвечаю. В чем? Вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.